Здравствуйте, друзья! Вы на канале MadAbout Hightech и с вами Макс. И для начала я бы хотел устроить небольшой тест. Итак, как вам нравится та камера, на которой меня сейчас снимает? В принципе, выглядит неплохо, я считаю, да? Итак, а вот это? Вот это вот выглядит ничего. Здравствуйте, друзья! Немножко хуже. А вот это? Данная камера, мне кажется, немножко получше. Ну, в принципе, вполне неплохо. И следующее. Это, мне кажется, совсем хорошо выглядит, да? А вот это? Это, надо сказать, я думаю, выглядит довольно неплохо. И следующее. Ну, так вот, ничего особенного, но, мне кажется, все-таки терпимо. Да? Итак, здравствуйте, 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 здравствуйте. Здравствуйте. И о чем, собственно, будет ролик? А ролик будет о том, что для того, чтобы иметь неплохую картинку, не обязательно покупать что-то дорогое. Какая из этих камер, вы думаете, дороже? Давайте. Раз, два, три. Ответ напишите в комментариях, остановите видео и напишите в комментариях. И ответ такой, ни одна из этих камер не веб-камера. Вот как-то так. Ну, давайте, пожалуй, теперь уберем их. И я вам немножко расскажу предысторию. А предыстория очень простая. Я... Как-то мне не довелось купить себе веб-камеру для стримов. Я посмотрел на техрадар и немного мне взгрустнулось, потому что камеры стоят около 200 баксов хорошие веб-камеры. Дешевый Китай, конечно, тоже можно приобрести. Он, да, будет, в принципе, работать неплохо. Но зачем что-то покупать, если, скорее всего, это уже у вас есть. Итак, давайте еще раз посмотрим на каждую камеру и оценим ее видео. Первая камера – это не что иное, как Samsung Galaxy A3 2016 года с приложением DroidCam. Вот так вот она выглядит. В принципе, немножко зернисто, но, на мой взгляд, даже очень ничего. Следующая камера – это не веб-камера, а экшн-камера. Но и нейвовская, называется 4K Ultra HD. И стоила она мне порядка 20 долларов. Я приобрел ее просто для того, чтобы снимать такие... Для камеры, которые называют explosion-камера. То есть, если где-то что-то взрывается, которую не жалко зацепить на машину, и если вдруг она отвалится, ничего страшного не произойдет. Ну, картинка у нее, надо сказать, так себе, но, тем не менее, это камера, которая стоит 20 долларов, и она просто у меня была. То есть, очень может быть, что если у вас есть какая-нибудь экшн-камера, она вполне может вам заменить веб-ку. Идем дальше. А дальше у нас идет тоже веб-камера. Не веб-камера, а тоже экшн-камера. Но надо сказать, что у нее картинка намного приличнее, потому что она просто дороже. Это SJ6 Legend от SJCAM. Она тоже умеет быть веб-камерой, как оказалось. Она тоже подключена кабелем. Кстати, Samsung A3, он подключен по Wi-Fi. Через DroidCam. Ну что ж, идем дальше. А тут у нас снова телефон. Это HTC 10, трехгодовалый. Я думаю, что вы видите, что на нем довольно приятная картинка. И работает он на приложении IP Webcam и подключен по Wi-Fi. То есть, вы можете оценить. Он, может быть, немножко перефокусируется. Он постоянно пытается поймать меня. Я думаю, что вот я сейчас вожу рукой, и вы видите, как он перефокусируется. Но, тем не менее, картинка очень приятная. Довольно такая теплая тона. Ну, давайте посмотрим следующее. А вот это вот у нас, ребята, ничто иное, как старичок S3 Mini. S3 Mini. То есть, не надо объяснять, что это, блин, телефон, которому уже сто лет в обед. Ему уже давно пора на пенсию. Но, тем не менее, он все еще может работать как веб-камера. И, кроме всего прочего, камеру за 200 долларов, я не думаю, что вы захотите, например, сделать вот так. Да, с дорогой камерой вы этого не сделаете. А вот с телефоном, которому уже скоро десяток лет, в принципе, вполне себе. И вот следующая камера. Как вы думаете, что это? Это Xiaomi Mi Note 5. Телефон, который у меня лежал как запасной уже довольно давно. И, как вы видите, он тоже очень даже неплохо справляется со своими задачами. И подключен он через DroidCam X, но он подключен через клиент DroidCam X по кабелю. Итак, как мы все это можем получить? И какие у нас есть варианты? Я рассматривал здесь два приложения. Одно приложение. Одно приложение – это IP WebCam от нашего соотечественника. Я использовал бесплатные версии программ. Я купил и IP WebCam, и DroidCam X платные версии, но должен признаться, что толку в них особого нет, потому что в DroidCam X у меня почему-то не завелся 720p режим. HD, несмотря на то, что я его переключал вроде как и старался. Вот вы сейчас можете наблюдать две картинки. То есть непосредственно с OBS студией и вот самого DroidCam клиента. То есть я зашел в HD, я его включил. Здесь он просто камера сейчас вещает, поэтому он недоступен. Я включил, поставил драйвера, вся история, но почему-то она решила не заводиться. Может быть, это завелось, и все равно качество такое, довольно средненькое. Вот, но... Кстати, давайте я увеличу. Вот я увеличил. Вы сейчас видите, как эта камера выглядит в крупном масштабе. И, ну, так себе, очень посредственно, потому что мне кажется, что это все равно 480p, хотя я могу ошибаться, я не знаю, как мне померить непосредственно резолюцию, которую она нам выдает на данном этапе, но вот как-то не очень. Что нельзя сказать, например, о IP-вебкам приложений? То есть для сравнения я сейчас уменьшу эту картинку и включу картинку с HTC 10. Вот, что, в принципе, они должны быть равноценны по своим... Они должны быть равноценны, в принципе, по своей производительности, но, как вы видите, у HTC немножко подтормаживает. Я объясню, это происходит, потому что у меня подключено довольно много девайсов на Wi-Fi. Я думаю, что если это будет подключена только одна веб-камера, и к тому же они мне сейчас вещают, и не одна, а по Wi-Fi у меня подключено 4 веб-камеры, и они сейчас, в принципе, все вещают в эфир через мою одну-единственную точку доступа. Вот такая вот история. Но, на мой взгляд, все равно HTC дает более приятную картинку, и резолюция прилично лучше, чем на DroidCam. То есть тут 1.0 в пользу IP-вебкам. Про, собственно, SJCam и 4K Ultra HD говорить особо нечего. Это экшн-камера, они должны показывать видео. Немножко, понятное дело, это будет все с искажением. То есть сама картинка увеличенная в силу широкого угла объектива. Но, на мой взгляд, это тоже вполне себе юзабельно, и можно использовать для ваших целей, для стримов, для просто общения. Вообще, на данный момент эта вещь вполне себе такая актуальная, потому что, как мы знаем, мы все сидим дома. Ну, может, кто-то и не сидит дома, но онлайн-обучение и вообще онлайн-общение стало прилично более актуален, чем было ранее, к сожалению. Вот так вот мы можем выйти из ситуации, если у нас нет IP-вебкам. Ну, давайте пробежимся немножко по самим программам. Итак, для того, чтобы поставить DroidCam X, вы просто заходите в Play Market, находите DroidCam X, понятное дело, что ссылка будет в описании. И после этого, для того, чтобы подключить камеру, вы заходите на dev47apps.com. Кроме того, для того, чтобы подключить клиента, вам нужно быть девелопером. То есть вам надо на версию Android потапать 10 раз, пока у вас не появится меню девелопера, и там включить USB-дебаггинг. И после этого вы уже сможете скачать непосредственно клиента. Клиента. То есть здесь вы на сайте также можете скачать версию для App Store или для Google Play. Я думаю, старые айфоны будут работать совсем не хуже. Скачать сам клиент. И установить его. Когда вы установите, у вас появится вот такая вот программка. Кроме этого, у вас появится HD-мод. HD-мод доступен только для платной версии. На мой взгляд, нет смысла ее приобретать, потому что я не увидел каких-то улучшений. По идее, должны работать еще вот эти все контролы. Но у меня почему-то это не завелось. И я не вижу смысла дальше с этим ковыряться. Но тем не менее, вы можете поставить этот клиент, подключить камеру. Давайте я ее остановлю. Сейчас я ее уберу с экрана. Вот я останавливаю. И просто, когда вы подключаетесь, во-первых, вы выбираете HD-мод. Если вы купили платную версию, если нет, то нет. Заходите в саму программу и говорите подключить через USB. При условии, что у вас подключен телефон. И у вас включен непосредственно USB-дебаггинг. Давайте посмотрим. Он должно появиться у меня сейчас. У нас до этого как-то работало. Вот Redbit 5 Note. Вот вы видите, она у нас появилась. И вы заходите, и у вас есть камера. И после этого вы уже можете подключить ее, например, к каким-нибудь программам. Например, Zoom или Skype. Я для примера возьму Skype. Skype. Настройки. Аудио-видео. И вы подключаетесь к DroidCam Source. Тот, который у вас появится. И вы подключаете ее к DroidCam Source. У вас может появиться их несколько, поскольку если вы подключаете несколько разных камер, несколько разных телефонов, смартфонов, то у вас появится как раз их несколько. И вот, пожалуйста, в Skype это есть и работает. А теперь давайте поговорим про IP Webcam. IP Webcam функция подключения у нее есть только через Wi-Fi. То есть вы не можете подключить ее кабелем. Но для того, чтобы подключить ее, например, к тому же Skype, вы можете зайти на сайт IP Webcam AppSpot и скачать версию IP камеры адаптера. И для того, чтобы подключить к нему камеру, вы просто заходите в Configure IP Webcam, указываете адрес вашей камеры. Это у вас будет указано непосредственно в аппликации, когда вы ее запустите. Указываете резолюцию, apply и ok. И после этого, и после этого, таким же образом вы можете взять и подключить ее через Impeg камеру. И вот, в качестве IP Webcam у меня сейчас подключен OnePlus. И вы заодно можете оценить, как картинка выглядит на OnePlus. То есть, в принципе, я считаю, что очень-очень-очень прилично. И вот она работает, то есть, задержки. Вы можете, по моему липсинку, посмотреть, какие задержки. То есть, задержки, понятное дело, что очень даже могут быть, поскольку он подключен по Wi-Fi. Но, опять же, для того, чтобы отображать ваш стрим или видео, общение с друзьями, родственниками и так далее, я считаю, что это очень-очень-очень прилично. Итак, что бы я, собственно, хотел сказать этим видео? Сказать я хотел очень простую вещь. Иногда достаточно подумать головой и сэкономить некоторые деньги. Особенно, когда у вас нет времени, например, ждать камеру, а вам нужно сейчас уже с кем-то пообщаться. И, говоря об этих приложениях, опять же, я не увидел особой пользы в платной версии. На мой взгляд, IP-вебкам справляется с картинкой немножко лучше, но надо иметь в виду, что при IP-вебкамере у вас сильнее греется устройство. То есть, если вы используете не какой-то старенький смартфон, который вам уже не нужен, а свой ежедневный телефон, это может не очень быть хорошо для его здоровья. В плане DroidCam она реагирует намного быстрее, ее немножко сложнее завести на вашем телефоне. Также вы, кроме всего прочего, можете, например, использовать IP-вебкам как камеру для наблюдения. То есть, если вам нужно понаблюдать за каким-то объектом, вы можете оставить ее просто подключенной где-то дома и таким образом заменить секьюрити-камеру. Это тоже может быть при условии, что ваш телефон не будет отключаться от Wi-Fi и, понятное дело, что будет включен в питание. Но на IP-вебкам у вас будет продолжать греться телефон. А вот DroidCam X, я попробовал оставить телефон включенным в DroidCam X, экран он погасил, и, в принципе, он практически не нагрелся и не сел, что нельзя сказать о, например, том же S3 Mini, который у меня в режиме вебкамеры, если его использовать с зарядкой даже, он потихоньку у меня просаживается. То есть, видимо, поджирает слишком много заряда камера, даже несмотря на то, что я его заряжаю, я заряжаю нормальным кабелем и нормальным источником питания, двухамперным блоком. Вот такое вот у меня получилось видео, вот такой лайфхак. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, видео было полезным. Спасибо, что были с нами. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok